Во Дворце культуры состоялся праздничный концерт «Нет района Краши», посвященный 59-й годовщине Амурского муниципального района, а также выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства. На выходных днях во Дворце культуры прошел большой праздник с концертной программой и ярмаркой мастеров. Собрались рукодельницы со всего города и района показать свое творчество и удивить гостей ярмарки. Кроме разнообразия изделий ручной работы, ярмарка удивила россыпью индийских специй, которые тонизируют организм, дарят пище насыщенный вкус и яркий цвет и очень полезны для здоровья. Были представлены авторские украшения, дизайнерские вещи, подарки и сувениры хендмейд-мастеров. Изначально начинала я вот с бантиков концаше, очень захотелось дочке сделать, чтобы у нее как бы были. Наделала очень много, потом смотрю, что проходят ярмарки, стала в ярмарках участвовать. Потом смотрю, что как бы много таких рукодельниц, решила переключиться на другой какой-нибудь вид искусства, скажем так. И увидела в интернете вот броши, решила попробовать, поискала информацию, уроки. Начала пробовать, ну уже сколько, три года занимаюсь. Сейчас я опять в декрете, но для меня хобби, да, я отдыхаю, прям, правда, отдыхаю. Я вот когда сажусь, у меня прям отдых, не как работа. Вышивка атласными лентами – это просто красиво и эффектно. Можно создавать целые картины. В средние века картины, вышитые лентами, по достоинству оценивали итальянцы, считая эти элементы декора настоящим произведением искусства. А у нас в Амурске есть мастерица создавать такие шедевры. О, я сюда добавляю все. Ну, в основном идут на картины, вышитые лентами. Ну, а там бусинки, стразики, цепочки, краски всякие, вот что там вот, блестящее вот эти вот. Ну, все, что есть, бисер, в общем, все, что можно. Ну, в основном, конечно, это ленты у меня. А я работаю в библиотеке, да, и там они уже, я там часто в библиотеке восстанавливаю картины, и люди уже знают, ну, по интернету, да, ну, высылать по интернету, а не под стеклом, как говорится, опасно. А так домой приходят, в основном библиотеку приходят и с удовольствием смотрят и берут. Новое веяние мода среди хендмейд-мастеров – это эко-стиль, создание декора из экологичного материала, такого, например, как бумажная лоза. Несмотря на то, что все материалы на водной основе из категории «эко» и «био», плетеные изделия получаются легкие, прочные, благостойкие и безопасные. То есть это смело можно на кухне использовать, то есть все материалы на водной основе, акриловые морилки на водной основе, акриловые лаки, акриловые грунтовки, пропитки – все эко-биосауна, соприкосновение с телом, с продуктами, все допустимо. Это все можно мыть с подпроточной водой, с мягкими моющими средствами. Они, в отличие от настоящей его лозы, не рассыхаются, не подвержены никакому растрескиванию, нет сучков. То есть это бесшовное плетение, то есть вещи деликатные, не повреждаются. Если корзины большие для белья, можете пледы туда складывать, подушки, вещи, ничего не зацепится, не порвется. Когда вот из такой палочки получается изделие, это процесс очень увлекательный. То есть все мысли только вот об этом. И ты постоянно занят. Голова занята, и руки заняты. То есть у меня… Полезно полезно? Конечно. Это очень полезно. И для здоровья, и для психики, и для мелкой аматорики. Здесь все на пальцах. И очень много надо знать, очень много нюансов, очень много разных техник, разных видов плетения. Вот, допустим, здесь идет плетение веревочка из двух, веревочка из трех, загибка розгов три прута. Ну, в общем, очень много. Это ремесло. На праздничной концертной программе начальник отдела культуры и искусства Амурского района Оксана Александровна Баланова поздравила всех присутствующих с Днем Амурского района. Это Амурс – столица Амурского муниципального района. Мне хочется, дорогие жители Амурского муниципального района, каждому из вас пожелать крепкого здоровья, конечно же, счастья, стабильности и семейного благополучия. Любите друг друга, уважайте друг друга и цените каждую минуту, когда вы находитесь друг с другом с праздником. В концерте принимали участие как совсем юные, так и взрослые исполнители и творческие коллективы района. Образцовый оркестр русских народных инструментов детской музыкальной школы, образцовый танцевальный коллектив «Пляшущие человечки» поселка Эльбан, ансамбль казачьей песни «Вольница» и «Вечерка» и многие, многие другие. Анастасия Козырева, Максим Козырев, Телеканал Амурск.